Оказать необходимую профессиональную помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, стало возможно благодаря инициативе Брестского отделения Белорусского общества Красного Креста. Под эгидой организации в областном центре свои двери открыла консультативный центр по уходу на дому «Надежда», который расположился на улице Ленина, 22. Сегодня здесь уже функционирует пункт проката средств технической реабилитации, а также есть возможность получить консультацию по вопросам ухода на дому за людьми, нуждающимися в этом. Наш центр создан для того, чтобы предоставить им безвозмездно эти средства реабилитации, научить пользоваться ими. И если нужно будет, выделить волонтера, который поможет в первый тяжелый период справиться и встать на ноги. В нашем центре будут обучаться приемам ухода за тяжелобольными и приемам пользования средствами реабилитации. У нас будет работать тренер-инструктор, который будет обучать волонтеров как теоретически, так и практически. Подобный центр в Брестской области первый, и на взгляд организаторов он будет весьма востребованным. Ведь в регионе насчитывается более 17 тысяч одинокопроживающих людей, инвалидов первой и второй группы. В Бресте эта цифра составляет полторы тысячи. На занятиях в консультативном центре волонтеров будут обучать использованию метода кинэстетикс, что позволит оказать индивидуальный подход каждому человеку, а также поможет скорее пройти путь реабилитации. То, что сегодня привлекает Красный Крест, и чем он отличается и выстоит от системы здравоохранения, то, что применяется в современной технологии качества жизни. Вот такая всем известная система кинэстетикс. Это возможность, прежде всего, человека быстрее поставить на ноги. Человека после инсульта уже, по сути дела, острый период проходит в течение 7-15 дней. Его уже стараются вертикализировать, чтобы он научился стоять, а не лежал в лёжку до появления пролежней. Эта система позволяет даже худенькой женщине справляться с крупным телом в 100 килограмм, не повредив своей спине. Эта система позволяет позиционировать пациента в постели после инсульта, чтобы у него были правильно расположены руки, ноги, чтобы они не затекали. Как правильно ухаживать за кожными покровами. Связаться с консультативным центром по уходу на дому «Надежда» можно по телефону 59 00 32. Кроме того, в перспективе у белорусского общества Красного Креста создание инклюзивной системы. У нас есть задумка вместе с Министерством труда и социальной защиты реализовать вот этот компонент в контексте проекта интегрированной помощи. Вместе с Еврокомиссией у нас планируется, еще пока в стадии разработки, боюсь глазить, но я надеюсь, что он состоится, что мы реализуем этот проект. Он будет проходить в каждом регионе, будут выбраны по три пилотных района, где совместно образование Министерства здравоохранения, Министерства труда и Белорусского общества Красного Креста создать вот такую инклюзивную систему именно в контексте интегрированного подхода предоставления помощи пожилым инвалидам. Помогать людям – одна из главных целей Красного Креста. И для выполнения этой благой миссии есть большое количество волонтеров. Более 1800 человек в области, которые оказывают профессиональную помощь – консультативную, медицинскую, гуманитарную и многие другие. Этими видами помощи в области охвачено более 20 тысяч нуждающихся. Волонтерство, как всегда, у нас в приоритете. Хотела бы, чтобы в каждом регионе были волонтерские группы лиц уже более старшего возраста, лиц золотого возраста, как я называю, потому что они очень хорошие помощники и для председателя, и их опыт, их жизненный опыт, профессиональный, очень востребован. Вопросы оказания медицинской и социальной помощи одиноким и одиноко проживающим людям, обучение и информирование населения, укрепление организационного потенциала были вынесены на заседание Президиума по итогам работы областной организации Красного Креста. Помимо этого, присутствующие обсудили перспективы волонтерского движения на Брещене, систему оказания первой помощи, интересные проекты инициативы, помощь нуждающимся людям, в том числе и беженцам. Проживаю в данный момент в городе Бресте уже практически пять лет. Имею работу. Первые месяцы, когда мы приехали, у нас очень сложная и тяжелая ситуация была. Помогли нам ваучерами сначала, потом пайками были, и потом ежемесячная выплата была моей внучке. Красный Крест очень хорошо нам помог. Оплачивали нам некоторые месяцы жилья. И вот как бы спасибо большое. В области сегодня 1402 первичной организации Красного Креста. Количество членов увеличилось и составляет более 160 тысяч. К слову, уже в следующем году Белорусское общество Красного Креста отпразднует свой 100-летний юбилей. Ирина Кузьмич, Павел Малошонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.